Отъезд американского вице-президента Байдена из Киева почти совпал со скандалом на стыке религии и политики. Горсовет принял к рассмотрению петицию с требованием вывести Киево-Печерскую Лавру из-под влияния Московского Патриархата. За подписались более 12 тысяч человек, но прихожан Украинской Православной Церкви, у которой пытаются отобрать святыню, намного больше. Репортаж Ольги Князевой. Киевская Лавра – место паломничества православных со всего мира, чтобы попасть в монастырь и знаменитые пещеры, где хранятся мощи святого Ильи Муронца. Россияне едут в Киев целыми семьями. И в нынешней ситуации это было одно из связующих и до сегодняшнего дня оказалось нерушимых звеньев между двумя народами. Но в последнее время некоторых украинцев не устраивают статус знаменитой святыни на сайте Киевского горсовета. Появилась петиция с призывом перевести лавру из ведения Украинской Православной Церкви в распоряжение непризнанного православным миром так называемого Киевского Патриархата. Подписи под документом уже поставили больше 12 тысяч человек. Горсовет петицию к рассмотрению принял, чем вызвал недоумение руководству монастыря. Киевский Патриархат возник в 1992 году на волне национализма. Люди, которые подавали петиции от церкви сами по себе далеки, многие из них не понимают разницу между православной церковью и юрисдикциями, которые находятся вне единства со всеми православными церквями. И просто на волне национализма, для того, чтобы заработать дешевый авторитет, они вот такие заявления делают. Захват церквей, околорелигиозные скандалы и даже убийство священников. Это реалии сегодняшней Украины. На западе страны межконфессиональные споры буквально раскалывают пополам деревни и села. В Тернопольской области решение о ликвитации православной общины принималось на уровне областной администрации. Эксперты уверены, сегодняшняя петиция это не про религию, а про политику Украины. Безусловно, если мы будем все смотреть в правовом поле, то все это незаконно. Когда радикалы начинают активно захватывать наши храмы, причем совершенно безосновательно, не взирая ни на какие запреты. Как правило, особенно в западных регионах полиция нейтралитет держит. То есть те правовы, которые должны были бы защищать интересы верующих, и храм зарегистрирован, и есть регистрация в исполкомах, это все игнорируется. Это все захват, открытый, откровенный, наглый захват, подлый захват. Но гораздо хуже, что заложниками подобных настроений становятся не только святыни, но и сами верующие. За примерами далеко ходить не надо. Прямо во время интервью в разговор вмешивается прихожанка той самой церкви, так называемого Киевского патриархата. Князь Владимир Московский, а что же наше то дие? Киевский патриархат, не признанный международным православным миром, имеет на Украине 3000 приходов против 12000 приходов Украинской православной церкви. В информационном отделе которой уже назвали петицию разжиганием межрелигиозной вражды. На Украинскую православную церковь снова пытаются навесить клевету, что она якобы занимает враждебную по отношению к Украине позицию. На самом деле наоборот, антиукраинскую деятельность ведут те, кто запускает такие петиции и тем самым создает почву для межрелигиозного противостояния в стране. Киевская городская власть неуполномочена решать, какой церкви должна принадлежать Киево-Печерская лавра и вызывает определенные сомнения, кто стоит за голосами под этой петицией. С юридической точки зрения воплотить содержание петиции в жизнь невозможно. В настоящее время часть Киева-Печерской лавры находится в пожизненном пользовании Украинской православной церкви, а другая часть принадлежит национальному историко-культурному заповеднику, монастырь. Раскольники могут получить только в результате самозахвата. Если произойдет захват лавры, просто в этот вопрос вмешаются представители других поместных православных церквей, потому что Киево-Печерскую лавру посещают и предстоятели, и архиереи из других церквей, и священнослужители, они все вместе сослужат. Допустим, с Киевским патриархатом служить никто не будет. По мнению политологов, ситуация с гонениями на церковь Московского патриархата. Это в том числе и результат антироссийской политики, проводимой Киевом. Они себя называют раскольники, филаретовцы. На самом деле это обычные неонацисты, которым просто лишь бы что погромить. А если можно погромить что-то, связанное с Москвой, ничего, что оно православное. Они с радостью пойдут. В Украинской православной церкви надеются, лавре удастся обойти стороной религиозной конфликты. Как завещал один из ее основателей, преподобный Феодосий, независимо от поворотов истории и политических настроений, остаться в луне православной церкви в качестве святыни, объединяющей народы.